аплодисментами давайте будем до друга благословлять пребудьте в мире божьем вы миссионер который спасет весь мир благословением первенцев эпоху 237 стран восстановим 10 тысяч верующих действительно в эту эпоху вот бог у нас призвал с благовестниками в этом мире который сейчас переполнен злом и необходимо найти это благословение сделать своим благословением и нашу одну единственную жизнь пред богом провести как шедевр я благословляю чтобы это благословение стало вашим значит мы с вами всегда смотрим вот эту книгу второзакония и разокония это последняя книга моисея там где описываются очень важный завет завет который необходимо также передать потомкам и вот все это записано в книге второзакония вот мы с вами уже хорошо знаю значит израильский народ он заканчивает 40 лет в пустыне и вот они уже смотрят на ханан куда необходимо войти и теперь моисей он учит важному завету потомков и вот книга второзакония это именно то учение моисея которым передают потомкам и вот можно поделить на ну как бы на три части второзакония и вот эта глава который мы все прочитали первая вот сегодняшняя глава это как бы уже важное важное заключение и как бы суть всего суть всего что бог что бог он действовал в моей жизни вот так то вот это моисея передает а также бога в моисея говорит израильскому народу что вы тоже смотреть на господа и будет такое то такое то действие происходить вашей жизни то есть вот эта суть того послания которое было передано израильскому народу через моисея и его как мы вот как мы говорили значит самом начале сказано израильскому народу что вы унаследуете эту землю и потом моисей призывает иисуса на вина и передает ему слово говорит что будь тверд и мужественно потому что ты ведешь сынов израил в ту землю которую который который бог клялся им и бог говорит я буду с тобой 23 стих и вот как мы сами рассматривали прошлый раз посланием моисей он не смог войти в землю хана вот он поднялся на гору на гору божию и вот он просто посмотрел на ту землю и моисей он заканчивает всю подготовку для для потомков чтобы они вошли уже хана эту землю послушать вот и люди этого мира вот они просто живут и вот они оставляют своим детям материальное наследство видимое наследство но моисей он только одну оставил потомкам это он оставил детям виде наследства духовный завет и ради этого он всю жизнь свою положил пошел ва-банк можно сказать и давайте посмотрим сегодняшний местописание это 19 стих здесь видно вот этот жизненный шедевр моисея но это вместе прочитаем и так напишите себе слова песни сей и научи ей сынов израилевых и вложи ее в уста их чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов израилевых после того как слова после как бог передал все слова моисея он говорит так теперь песню создаем чтобы вот эта песня была в виде завета для детей для потомка чтобы дети постоянно пели эту что потом постоянно пели эту песню и почему тогда вот моисей он вот эту песню он пишет для сынов израилевых чтобы сыны не забыли все то действие которое которым который бог сделал до этого потому что вот прошло время и и потому что пройдет время и потомки израиля они могут забыть все то действие которое происходило поэтому поэтому чтобы они не забыли вот прям сделать это песней и застав постоянно петь чтобы вот так вот завет передавался вот такое слово бог говорит и моисей видя вот это будущее что они могут забыть завет он пишет песню для того чтобы потомки потомки потому что у него возможность опять забыть господа опять стать рабами поэтому чтобы они не забыли завет чтобы они не стали рабами чтобы они не впали выдава поклонства то есть вот так вот завет прям песней прям песней бог он вот он создает и слова вы чтобы они всегда пели эту песню посмотрите на 20 стих ибо я веду их землю добрую который я клялся от сам их а дети счет молоко и мед то есть вот они еще не вошли в эту землю добрую дети счет молками молкомет но вот здесь видно что уже заранее говорится о том что 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 будет происходить с сынами за вами в той земле написано они будут там есть и насыщаться и уточняют и обратятся к иным богам и буду служить им меня отвергнут и нарушат завет мой то есть сын и сын и израилы за забудут завет божий и начнут другим служить богам и вот когда-нибудь уже другим богам они получат убийстве садут они и чтобы вот это не произошло все бог говорит напиши песню сделать так чтобы не постоянно пели песню и моисей он упорядочивает полностью завет божий пишет песню и оставляет эту песню виде шедевра которая говорила о божьем действии и кто был следующим лидером руководителем после моисея иисус новин поэтому иисус новин он принимает эту песню от от моисея и в итоге он завоевывает хана вот каждый из вас верующие церкви хана вот в это время уходите за это завет и если вы войдете в молитву тогда я желаю что вы стали теми верующим которыми потомкам правильный завет правильное наследие ставите оставите духовное наследие и тогда через наших потомков 337 стран мира будут спасены и они станут главными героями спасения 237 стран мира значит моисей передает завет иисуса навина иисус новин принимает этот завет и завоевывают хана вот та же самая вот то заветка за которым мы держимся сегодня он передастся нашим потомкам и наши потомки станут главными героями евангелизации 237 стран и вот такое благословение обязательно сойдет и нам необходимо с вами получить это благословение потому что мы с вами живем только один раз и вот эту нашу жизнь надо вот как шедевр прожить и потом оставить наследие видео духовного благословения виде завета да конечно у нас с вами есть недостатки есть слабости но это неважно значит моисей вот одно жестоко прошел и оставил духовное наследие удар сама мы с вами живем и и от бог знает что мы живем только одну жизнь и нам необходимо оставить духовный шедевр поэтому если мы хватимся за завет тогда так же как и моисея бог он будет использовать нашу жизнь чтобы мы могли оставить духовный шедевр потомкам поэтому поэтому это данным нам не хотим понять а за что за что держался моисей и что он передал вот три вещи вот поговорим об этом первое моисей было то что моисей знал кое-что второе было то что моисей помню и третье есть то что мы не забыл поэтому знает помнить и не забыть вот если вот если мы с вами также это поймем и ухватимся за этом тогда так же как моисей мы сможем оставить духовное наследие поэтому тогда что необходимо нам знать помнить и не забыть за вот это необходимо ухватиться первое первое бог через моисея дал то израильскому народу что они должны были знать что это вот вот если мы с вами посмотрим на на второзаконии то второго во второзаконии есть вот вот есть важное послание относительно того что надо знать помнить и не забыть и тогда первое что необходимо знать бог через моисея что говорит израильскому народу первое бог говорит вы были рабами но через и исход вы получили освобождение вы стали чадами божьим получившие освобождение и вот это знаете и в этом моисей он передает потомкам то есть все те кто из израильского народа все те кто вошли в ханан до этого они знали об этом то есть израиль был вот это вот вот эти вот общиной где постоянно правослушала слова что ваши предки они были рабами в египте но они получили освобождение через исход что такое исход значит израильский народ был рабами но потом освобождается от рабства значит они были рабами в египте но египет вот такое место что оттуда сами не могли выбраться то есть израильский народ жил в египте но потом стали там рабами то есть усердно жили усердно жили но не могли освободиться от от рабства поэтому хоть и рожали детей но дети становились рабами поэтому вот эта вот жизнь рабства она постоянно передавалась и вот вот таким был израильский народ и конечно же вот израильский народ они очень правильно жили все соблюдали но все это все это правильная жизнь была ради чего ради египта то есть как бы они усердно не жили они жили для себя и жили как рабы и хоть они хоть и хоть они пытались усердно жить ради чего-то своего но в итоге это все было ради рабства ноте но вы исходит этой голове происходит исход вот вот вы когда смотрите на неверующих вы как смотреть на них вы на радумать вот они успели либо преуспели либо же они хорошо живут на самом-то деле это не так значит люди в этом мире неверующие они живут и не живут так что не радует мир и радую сатаны то есть они являются рабами этого мира вот они усердно что-то делают но в итоге они рабы мир этого вот эта жизнь неверующих я конечно знаю что договорил но и верующий не зная важного божьего действия также сама живут живут как неверующие которые являются рабами мира поэтому и верующие живут как рабы этого мира вот это необходимо знать необходимо хватиться за завет и выйти в мир а верующие вот они живут как рабы мира кто раб мира это значит сатаны и и вот это сейчас происходит тут эта реальность такая поэтому во он он делает так чтобы израильский рот вышел из египта и вот это называется спасение египет это прообраз мира этого и вот израильский рот выходит из этой сильной страны из египта а кто правил в египте это фараон вот фараон это прообраз это сатаны то есть в этом мире царство сатана то же самое как фараоне царство в египте царство фараон и вот как израильский народ смогли выйти из этого египта только один способ пролив кровь животного когда они пролили кровь животного тогда ангел смерти прошел мимо них вот это называется пасха значит бог он изливает бедствия на на египет все первенцы поумирали то есть египта все поумирали то есть от человека до первенца животных все поумирали и тогда были семьи на которых это бедство не сошло где никто не умер что то были за семьи те сами которые помазали косяки дверей кровью животного и вот этот ангел смерти он прошел мимо них вот это называется пасха что это за кровь ангелса это говорится об иисусе христе действительно это так на эту землю сходят бедствия поражение сходят но путь освободиться это только христос поэтому день еще 12 сказано ибо не другого имени под небом данного человека который надлежало бы нам спастись то есть путь освободиться от бедствий от поражения этого мира путь освобождение только один это только христос поэтому желаю что вы не обманывались если не христос тогда невозможно получить спасение без христа можно получить спасение это ложь только христос может освободить нас из руки сатаны может дать нам победу на сатаной поэтому когда мы держимся за имя христа тогда тот кто находится в евангелии он одерживает победу во всем это благословение которое бог дал нам благодатью но как можно было выбраться из египта египет был сильной страной все были рабами фараона и вот и сразу народ которые там прислуживали этому египту как они могли выйти силами своими возможностями нет благодатью они вышли то есть бог в одностороннем порядке так действует что такое спасение бог в одностороннем порядке действует вот посмотрите на 2 законе 9 5 написано не за праведность твою и не не за тебя не за праведность твою но за нечестие народа всех господь бог освобождает тебя то есть действие спасения это абсолютная божья благодать то есть не наши никакие усилия вот израильский народ они собрались силами приложили усилия и вышли и вышли из египта нет вот такого не произошло вот благодать из благодати это то что бог он вывел нас поэтому как вот мы поверив господа иисуса христа приняв его свое сердце став чадами божьими получили спасение вот это есть благодать из благодати вот изначально каком состоянии мы были вот адам сиевой неповиновением совершили грех и покинули бога и из-за этого на этой земле постоянно стали приходить огромное количество проблем и тогда постоянно приходят после этого события постоянно приходит бедствия проблемы почему так потому что неверующие которые не верят евангелие они пытаются они пытаются жить правильно они предлагают усилия но все равно тяжело но все равно тяжело потому что ограничение ссоры конфликты войны но это почему все просто потому что люди покинули бога и теперь принадлежность человека это чадо тянула и она 844 ваш отец дьявол сказано принимаете вы это не принимайте все неверующих они кому принадлежат они принадлежат дьявол поэтому они находятся в беспокойство поэтому чем доль поэтому чем больше проходит время тем становится тяжелее а чем больше успех приходит тем еще больше становится тяжелее поэтому люди пытаются как-то заполнить внутреннюю пустоту начинают поклоняться идолам но приходит к ним ли истинный мир но истинного мира нет написано труждачейся обременной поэтому приходят душевные проблемы психические проблемы физические болезни приходят и перед тем как пойти в ад они уже живут такой жизнью как будто в аду и вот такая жизнь передается потомкам почему это происходит потому что не повиновавшись божьему слову человек отошел от бога с момента ухода от бога чеку пришли все проблемы и на этой земле нет пути решит эту проблему поэтому бог он дал обещание какое обещание бытие 315 изначально евангелие семя жены паразит змея в голову то есть пришел христос и победил сатану семя жены паразит змея в голову послушайте люди которые отошли от бога это проблема сатаны и вот ради того чтобы разрушить голову этого сатаны семя жены пришло то значит семя жены это не потомок адама имеет советую потому что после адама все люди рождаются как потомки адама но семя жены не будет потомком адама то есть семя жены это бог можно сказать только бог может поразить сатану только бог может решить проблему греха поэтому вот этот бог он пришел на эту землю и прибав вместе с нами решил проблему первородного греха то есть вот это обещание также говорилось в исае 7 14 итак сам господ даст вам знамение все дева примет ради цены на реку тему имя симону и иммануил то есть бог сам на пришел чтобы решить проблему греха и чтобы быть вместе с нами вот иисус это тот кто вот этот бог который пришел то есть иисус пришел христом на эту землю христос значит помазанник вот это вот значение слова христос от кого помазывали пророков царей священников и избирали отдельно и помазывали хелеем поэтому христос пришел как истинный царь чтобы победить сатану христос пришел как истинный священник чтобы решить проблему греха и и проклятие которую мы сами решить не можем а также пришел как истинный пророк чтобы решить проблему ухода от бога жизнь который как в аду раз на все то закончил эту жизнь поэтому христос мы говорим разрешитель всех проблем христос которого мы сами верим это не какой-то не ограниченный христос с недостатками христос этот христос является разрешительным всех проблем поэтому иисус он говорит я на 19 30 на кресле все совершилось то есть все ваши проблемы жизни христос закончил на христос то есть все закончил он и вот если вот посмотрите что каждый человек который знает о тайной имени христа бог дает благословения какие благословения и она 1 12 а тем которые приняли его верующим во имя удалось бы чадами божьими слушайте в тот момент когда вы принимаете иисуса христа меняется ваше положение из чада дьявола меняется на положение чада божьего это что значит теперь теперь триединый бог действует на меня пятью силами вот это благословение чада божьего получившего спасения может быть не видно глазами но дух святой пребывает вместе со мной и действует сейчас в моей жизни и от бог он триединый бог прибывая внутри меня до действуют пятью силами поэтому куда бы ни шел чадо божий туда сходит благословение престола божьего почему потому что бог он с престола божьего а вот он действует внутри меня поэтому через меня куда ты не пашу куда ты не пошел туда сходит царство небесное и вот это действие престол божьим оно превосходит пространство и время и тогда про и тогда свет светят на 237 стран мира и И когда мы держимся с вами за это обещание, тогда Бог отправляет ангелов. И тогда Бог действует Духом Святым внутри нас, в нашем сердце. Что это за благословение? На меня сходят те благословения, которые были в Эдемском саду. Вот это благословение чада Божьего. И если как следует наслаждаться этим благословением, тогда я себя могу спасти, местодействие могу спасти, церковь могу спасти. И придут ответы, которых не было до этого и не будет в будущем. И вот эти все благословения Бог дает нам благодатью. Поэтому в Ефесянам 2.8 сказано, «Ибо благодатью мы спасены через веру». Вот смотрите, мы с вами стали чадами Божьими. Мы с вами получили освобождение от этого мира, от рук сатаны. Это не произошло моими силами. Это написано, благодатью произошло. То есть спасение вы получаете благодатью через веру. То есть благодатью через веру мы получили спасение. Не от дел. Написано, чтобы никто не хвалился. Это дар Божий. А также, о чем говорится в 1 Калифна 15.10. Это все благодать. Ибо благодатью есть то, что есть. То есть вот это спасение совершилось благодатью. Поэтому та же самая, израильский народ освободился из Египта. Получили свободу от фараона. Это все благодать Божия. Вот мы с вами через Христа получили освобождение и стали чадами Божьими. Вот это все есть благодать из благодати. Поэтому нам нечем с вами хвалиться. Только Христа превозносим и только Христом хвалимся. Почему? Потому что все Христом совершилось. Все и благодатью совершилось. И жизнь нас так же. Послушайте, мы с вами какие люди? Мы такие люди, что если не благодать, мы не можем жить. Даже в каждый момент нам нужна благодать. Потому что жизнь чада Божьего, каждый шаг, каждый суган, каждое обновение — это момент, когда необходимо получать Божью благодать. Поэтому необходимо знать об этом. И второе, о чем говорится. Есть то, что необходимо помнить. Первое — это знать. Второе — это помнить. Что необходимо помнить? Вот израильский народ, которые получили спасение, Бог их ведет в пустыню. Значит, конечно, Бога надо было вывести израильский народ из Египта, сразу же в Ханан везти. Но Бог их проводит через пустыню. И вот в пустыне были важные благословения, которые Бог дал. Да, конечно, Бог мог сделать, чтобы они сразу вошли в Ханан. Но Бог так не делает. Он их ведет в пустыню. И вот в Второзаконе, в 8 главе, мы можем увидеть, почему Бог ведет их сначала в пустыню. Значит, послушайте, в пустыне было много трудностей, много было сложностей. И вот израильский народ проходит через все это. Но Бог, почему вот так ведет их через пустыню, а не сразу в Ханан? Дело в том, что у израильского народа остался еще вот этот уровень жизни, как они были рабами в Египте. Поэтому с этим уровнем нельзя было войти в Ханан. Поэтому необходимо было от этого избавиться. Значит, 400 лет израильский народ, они жили рабами в Египте. Как они могли войти в Ханан со всем этим? Не получилось бы. Поэтому Бог, Он выводит их из Египта и вводит их в пустыню. В течение 40 лет они там были. И причина, почему вот они были там, в пустыне, мы можем посмотреть в Второзаконе, в 8 главе, вот. Второй стих. Вот написано, что я ввел тебя, я ввел тебя по пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, узнать, что в сердце твоем. Вот, послушайте, верующие получили спасение Божие. Так что теперь, а теперь трудностей не будет? А почему тогда в моей жизни происходят трудности? Вот есть люди, которые так думают. Послушайте, вот мы пока мы с вами идем по пустыне, много трудностей. То же самое, мы тоже с вами верим в Иисуса, но есть трудности. Вот даже когда Иисус с учениками плыл по реке, вот лодка стала шататься от бури. И вот в жизни наших верующих, которые идут сейчас по пустыне, тоже происходят трудности. Но почему эти трудности происходят? Бог не допускает их, чтобы нас привести к поражению. Нет, зачем Бог это допускает? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы мы смотрели только на Бога. Вот это есть благословение, которое Бог нам дает. Вот это Бог желает от нас. Послушайте, откуда приходит наша настоящая сила? От того, когда мы смотрим только на Христа, на Царство Божие, на Бога смотрим. Вот только тогда в жизни верующего происходит истинная сила. Появляется истинная сила. Вот та духовная сила, которую Бог дает с неба, духовная сила. Поэтому, пока они шли по пустыне, было много трудностей. И тем не менее, Бог сделал так, чтобы через все это они смотрели только на Бога. Для того, чтобы дать им истинную силу. Поэтому во Второзаконии, в 8 главе, в 3 стихе сказано, «Дабы показать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Послушайте, у нас с вами есть, конечно, тело, и мы живем ради этого дела. Да, конечно, это важно. Почему? Надо быть здоровым. Но, послушайте, из-за хлеба, из-за физического, мы, если только об этом будем думать, тогда мы упускаем Божье благословение. Послушайте, когда мы получаем Божье благословение, плотские благословения, они следуют. Но дело в том, что люди из-за физического, они вообще не заинтересованы в духовных благословениях. Поэтому, что говорит нам слово? Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, почему Бог провел их через пустыню? Чтобы они вот это поняли, что внутри Слова Божьего есть настоящие Божьи благословения, и этими благословениями нужно жить. Вот это и есть Слово Божье. То есть, Слово Божье – духовное благословение. Поэтому, пока 40 лет они находились в пустыне, другими с вами, вот мы с вами, пока живем в этой земле, Бог дает нам благословение, Слово дает, чтобы мы не холебались. Поэтому я желаю, чтобы вы держались за Слово, чтобы вы получали эти благословения. И если вы будете следовать за этим Словом, то все остальное, оно следует за вами. То есть, когда мы держимся за Божье Слово, в котором все благословения, тогда мы все правильно можем увидеть. Поэтому Давид, он говорит, вот если посмотреть с вами также на Псалом, то Давид говорит, что в Слове ты даешь мне понять важное. вот если посмотреть Псалом, 118, 67, то прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню. То есть, Бог дает нам Слово, Бог дает нам страдания, чтобы мы ухватились за Слово. И вот когда вы держитесь за Слово, тогда это Слово является для вас жизнью. Я благословляю, что вы получили это благословение. Поэтому в пустыне было то, что нельзя было упускать. Это Слово Бога. А если упускают Слово, тогда живешь в этом мире, постоянно колеблешься. Но Бог, Он в пустыне очень точно их вел, очень детальным образом. Вы посмотрите, когда они воевали с амалякетянами, тогда написано, сам Бог воевал за них. Написано, Бог будет воевать за вас. И если еще посмотреть, то Бог, Он, израильский народ, ведет через столб. Столб огненный, столб облачный. Днем столб облачный, ночью столб огненный. Как вы думаете, а почему Бог вел столбом? Чтобы точным образом они следовали за Богом. То есть, Бог дает нам Слово и через Слово ведет нас точным образом. Потом они хотели пить, Бог со скалы дает им воду. Они хотели кушать, Бог дает им манну. Почему? Потому что в пустыне невозможно заниматься земледелем. Поэтому Бог дает им манну. То есть, те чада Божьи, которые находятся в Евангелии, им не нужно ни о чем не беспокоиться. Почему? Потому что чада Божьи, которые находятся в Евангелии, не потерпят поражения. По-настоящему те, кто любят Евангелие, в Евангелии, у них нет того, чтобы их привело к поражению. То есть, Бог Он кормит, Бог Он все дает. Вот мы можем увидеть это через пустыню. То есть, Бог дает, они хотели мясо, Бог дает им птиц, они хотели кушать, Бог дает им манну. Поэтому, вот, в Таразаконии 8.4, даже сказано, что в течение 40 лет одежда не вершала на тебя, и нога твоя не опухла. Вот уже 40 лет. Что это значит? Значит, Бог, Он избрал израильский народ. И Бог, Он полностью защищал, Бог все полностью восполнял. Вот, подобно родителю, который обнимает ребенка, ведет ребенка, заботится о ребенке. То же самое, Бог в течение 40 лет, Он обнимал их, Он защищал их, Он благословлял их. И вот, слово нам об этом говорит. И вот, вот это помните. Помните, что происходило во время пустыни. Не упустите. Что не упускайте? Слово не упускайте. Почему? Слово является духовным благословением. И через, и вот, через слово Бог совершенным образом ведет вас. Вот это помните. Вот это, вот это второй пункт был. И третье. Для того, чтобы оставить жизненный шедевр, есть то, что необходимо, есть то, что необходимо, нельзя забыть. Что нельзя забыть? Значит, каждый момент, когда израильский отходил от Бога, они сразу же впадали в неверие. Послушайте, неверие в Бога, вот это самый большой грех. И потом, какой еще грех, знаете? Это следующее. Те чадо Божье, когда проявляет неверие перед Богом, вот это и есть грех. И вот израильский народ, мы видим, он постоянно проявлял неверие. Вот мы видим число 14 главу. Вот 12 человек идут, чтобы разведать Аханани, шпионы, соглядатели. И вот приходят, и из 12.10 говорят неверие. Послушайте, если проявлять неверие, обязательно проявляются плоды. Есть плоды веры, и есть плоды неверия в жизни веры. Даже плоды неверия сразу же более приходят. Вот если посмотреть на Таразаконие 9 главу, 16 по 21 стихи, мы видим, что израильский народ впадает в идолопоклонство, в пустыне. И тогда вот те, кто впали в идолопоклонство, Бог их полностью вырезает через колено Левина. Почему? Потому что пока Моисей находился с Богом на горе, тогда израильский народ, вот они, вот израильский народ, они начали создавать идол. Время с вами, они впали в неверие. То есть, значит, Бог, Он кормит их, Он их заботится, они все им дают, а они по своей старой привычке, по своей сущности, они начали проявлять неверие. И вот особенно вот все те, которые были очень привязаны с Египтом, они постоянно проявляли неверие, и они потом не могли войти в Ханан. Вот до такой степени неверие – это очень страшно. Поэтому сказано, что не проявляйте неверие. Почему? Потому что израильский народ из-за неверия терпел крах. Поэтому сказано, не забывайте это, что из-за неверия приходит разрушение. Вот если посмотрим с вами вот второзаконные, 13 главу, 15 стих, то здесь есть путь. Бог всегда дает нам два пути. Первое. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А также 19 стих. Вас свидетельство пред вами, призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Дабы изберить жизнь, дабы жил ты и потомството. То есть Бог, Он говорит, избирай. Если ты избираешь неверие, обязательно будут плоды неверия. Если ты избираешь веру, обязательно будут плоды вера. Вот послушайте, вы, ваша семья, вот что вы избираете? В каждый момент, вот что мы избираем? Мы делаем выбор веры, либо же выбор неверия. Вот, к примеру, вот, выбор веры, вот сразу, вот сразу вроде бы не появляется ничего, никакого там плода, но обязательно придет. А выбор неверия, потом обязательно придет разрушение. То есть Бог всегда дает нам выбор. Выбор веры, выбор неверия. поэтому, вот, ну, конечно, если нет веры, тогда тяжело сделать выбор веры. И тем не менее, вот, что необходимо помнить, и выбор веры, и выбор неверия обязательно принесет плоды. Послушайте, если мы делаем выбор в пользу вещей, которые не являются Евангелием, обязательно придет ущерб. Вот то, что не является Евангелием, вот все, из-за всего этого приходит ущерб. И наоборот, вот, все вещи, какие бы ни были вещи, но в Евангелии, если делать выбор в пользу этого, тогда обязательно придет результат в виде благословения и исцеления. Поэтому, о чем говорит там 1-й крифтном 15-58, что, братья мои возлюбленные, будьте тверди, непоколебимы, всегда преуспывайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Богом. Да, вот, кажется, я сейчас делал выбор в Евангелии, следую за Иванем, и, кажется, ничего не происходит, но не обманутесь, обязательно это придет плоды в виде ответа исцеления, благословения, силы Божьей придет. невидимые силы, невидимое исцеление, но обязательно придут плоды. А для нас вот нелегко делать выбор веры, делать выбор Евангелия, поэтому мы каждый день упускаем это благословение. вот, вот что говорит там второзаконие, когда повинуешься, даже если входишь или выходишь, благословения приходят, а если, к примеру, не повинуешься, а если не повинуешься, то что происходит? Второзаконие 28-35, написано, «Порази тебя Господь». Злою проказу на коленях от подошвы до самой темени головы. То есть, вот что происходит, когда мы не повинуемся Божьему Слову. А если повинуешься Божьему Слову, входишь, выходишь, всегда приходит благословение. Проявляется Божья сила, которую не видно, проявляется неверие, исцеление, которого не видно. Благословение приходит. Послушайте, то, что не видно, это более благословение, нежели то, что видно. Я подытожу больше слова. Вот мы видим проповедь Моисея в сегодняшнем месте из Писания. Вот, вот это слово необходимо было запечатлеть и пустить в нем корни. Тогда, вот, в жизни, которая казалась как пустыня, одерживали победу. То есть, жизнь, в которой трудности, как пустыня, это не жизнь, из-за которой необходимо печалиться. Если мы запечатлим, запечатлим, укореним Божье слово, тогда обязательно вот это слово, оно проявится в жизни наших потомков. Оно передастся нашим потомкам. Поэтому вы действительно ухватитесь за слово. Запечатлите его, пустите корни, сделайте своей сущностью, и тогда сами будете одерживать победу, и тогда сможете, ваши потомки поднимутся, как герои евангелизации 237 стран, 5000 племен. Я благословляю вас ради этого. Мы с вами прославим, но перед этим мы помолимся, держа за сегодняшние темы. Тогда придет благодарность восстановиться. Поэтому второе. Не важно, из-за духовной проблемы войти в Евангелие и восстановить благодарность. Вот это второе. И третье. Значит, знать то, что надо знать. Помнить то, что надо помнить. И не забыть то, что не...